всем привет доброе доброе субботнее утро утро в обеденное время я решила попробовать кофе решила попить но я уже выпила тут вот налила кофе и сюда этих штучек выбросала и они так растворяются просто круто давайте покажу и получается знаете вот как пенка это обычный кофе обычно растворим я обычно не пью много обычно обычно да я не пью не пью кофе тут что-то решила попробовать с этими штуками и вот когда вот эти штучки растворяются зефирки получается именно такая вот пенка как капучино во первых это очень красиво посмотреть в общем сижу наслаждаюсь этим всем и сегодня хочу сходить на стадион побегать немножечко а потом займусь наверное всякими масками уходом за собой так вот я собралась на тренировку ой точнее бегать еще будут кроссовки такая собрался но у меня еще мастерка будет так как на улице не сильно тепло поэтому поэтому вот так вот такой в такой форме надо короче пресс качать еще животик у меня есть так что все буду качать ой смысл и худеть в животе в такой спортивной форме очень сильный ветер в общем тут люди я бегаю уже внутри за них бегаю сейчас покажу себя короче бегаю бегаю вот одуванчики нашла прикольно первые одуванчики или что это ну да одуванчики классно классно бабушки спросили что за цветы я сказала что это одуванчики вот короче оказалось гуляю короче уже набегалась я так чередую бегаю не хожу просто пустом тут люди гуляют круто погода вообще супер просто бабушки бабушки меня поддерживают говорят беги беги давай еще бабушки гуляют люди с детьми круто сейчас короче немножко отдохну посижу на солнышке погреюсь ну круто что я побегала вообще супер просто классно классно тут вообще идиллия такая не обращайте внимания на мой вид короче вот сюда присел отдохнул там мальчики рыбу кто-то поймал а карп карп может карп да да что-то такое вот я потому что помню с папой тоже большой да вот там смотрите какая рыба а что он такой рукой так пахнет нет палочкой палочкой поймали вот это рыбаки у вас будущее большое в этой годе он может быть нездоровым они не вознеслили а мы хотели да скажи нет это вот это ставится того какое это ставится ну что вы есть сегодня я не буду на нем будем опыты ставить ну вы вообще ну ладно пойдемте я вас поснимаю я да поймали да да сейчас я блогер так вы в мое видео попойдете вы не против нет интересно сколько килограмм тут весит он два два тебе не тяжело ну ливку поймали в этом озере короче мальчики поймали рыбу и они несли ее обалдеть несли короче эту рыбу прикольно что я их увидела там кто-то ножки сильно их слышно постежи немножко закрыли не дали есть я им глупер любви богат богат м богат 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 Кажется, я не заберусь на эту горьку, надо как-то выйти отсюда. Я падаю. Да, получается длительная вещь, когда выходишь на улицу. Побегала я, ребята, я так устала, но это круто, видите, какая красненькая вся, это круто еще, самая моя нелюбимая причина, почему я не бегаю, это ужас просто, у меня все носки на низ низкие, короче, от крови, ужас, ну ладно, короче, вот я побегала, все очень круто, вот прям буду туда ходить бегать, еще встретила мальчиков, которые поймали рыбу в озере, ну озеро я вам показывала, поймали там, короче, рыбу, и шли, и все такие люди, ооо, это что за рыба у вас, что это такое, я записала с ними влог, еще некоторые видео удаляла, когда бегала, немного записывала, и все, у меня место закончилось, а потом увидела этих мальчиков с рыбой. Здесь ничего страшного, что я в таком виде буду, во-первых, я, конечно же, после бега я устала, немножко полезу кушать, сегодня не хочу, я не знаю, почему сегодня я не хочу кушать, но все равно поесть надо, наверное, поем кашку, что-нибудь хочу сделать, что-нибудь покушаю, вот, но сразу скажу, что у меня нет никакой цели похудеть, я, скорее всего, бегаю ради того, чтобы, ну, вот, меня спрашивают, девчонки спрашивают, что с тобой было, почему ты болеешь, вот, я вам расскажу, потому что раз уж про больницу рассказывала, у меня случилось так, что несколько месяцев, около четырех месяцев я практически не уходила из дома, я работала по компьютерам, в общем, и дело в том, что я вообще практически не выходила из дома, не знаю, что со мной, я понимаю, что я себя довела, я ничего не делала, не занималась, то есть я только занималась у компьютера и спала, все, что я сделала, то есть, вот, я не знаю, что такое, может быть, это от тримов и от игры, и у меня появились какие-то состояния, очень дискомфортные состояния, похожие на панические атаки. У меня такое было в 17 лет, естественно, это, ну, из-за нервов и так далее, естественно, что на нервной почве я много волновалась, депрессовала и так далее, и так получилось, что вот эти состояния у меня возникли. Сначала я сходила к неврологу, и он выпивал у меня антидепрессанты, но я не поверила ему, потому что я знала, что со мной что-то не так, именно из-за не того, что я там нервничаю, конечно, я пугалась таких состояний, вот, и все это длилось 4 месяца, я не могла понять, что со мной, я ходила на обследование к разным врачам, я была у эндокринолога, даже эндокринолог у меня нашла какое-то там хроническое какое-то заболевание, вот, естественно, я сейчас лечусь, и у меня повторное обследование, повторное наблюдение, в общем, на учете у эндокринолога. Соответственно, я к неврологу ходила, и очень много всего было, много всего делала, лечение, сейчас тоже лечение, и в итоге оказалось, мне врач сказал, что я, ну, это может быть из-за щитовидки, и, во-вторых, то, что вы, типа, ничего не делаете, сидите за компьютером, вам нужно от компьютера уходить, ну, в плане того, что ничего не делать, а в плане, что сидите только за компом, и от этого может быть. И, действительно, у меня нарушился сон, я, ну, где-то два месяца, я просто не спала всю ночь, даже больше двух месяцев, где-то около четырех месяцев у меня был такой период, я не спала всю ночь, не спала всю ночь, и спала днем несколько часов, и, как я понимаю, это состояние меня, ну, каким-то образом, ну, до дела, в общем, себя, никогда так не делайте. Сейчас я хочу, ну, планирую изменить образ жизни, уже никуда не деться, потому что, ну, дискомфортно в таком состоянии, и, конечно же, планирую больше гулять, даже, ну, если получится, не хочу себя насиловать, там, спорт какой-то, просто, если мне будет не в кайф, я опять, ну, знаете, просто брошу это все, и опять засяду за компьютером в депрессии, вот у меня такое. Вот. И поэтому я хочу, ну, раз лето, сейчас можно будет гулять, хотя просто по скелону, ну, естественно, я бегала еще. И, не знаю, долго говорю, слишком долго, видите, даже красненькое. Ну, и по возможности, если получится, буду ходить в тренажерку. Ну, я также хочу на велосипеде, у меня почему-то такая мечта кататься на велосипеде, купить себе велосипед и кататься летом. Вот, остальное, уже несколько лет такая мечта, нужно, наверное, этим заняться, купить себе велосипед, накопить. Ну, и, соответственно, я хочу поискать работу. Не знаю, даже не представляю, работа, естественно, не за компьютером, какую-то такую... Я не знаю, я не представляю, что, что и как у меня будет, какую я работу найду, чтобы у меня еще было, знаете, в жизни компьютера и, соответственно, режим. видео я так же буду делать, потому что это круто, особенно влоги. Я сейчас загорелась, мне так понравилось снимать влоги, потому что я с тобой поговорить несколько дней, так даже как-то приятно. Ну, не знаю, как-то это круто, приятно рассказывать, что ты делал, если, конечно... Смотрите, как-то хочу объяснить это с теми. Не обращать внимание на ковер, потому что... Ковер, ковер. Как же это? Я хочу вам объяснить. Короче, когда ты записываешь уже влоги, видео, то ты стараешься как-то улучшить свою жизнь, как-то, короче, разнообразить свою жизнь и, соответственно... Соответственно, придумываешь разные занятия и влоги. Вот, допустим, даже два дня, три дня я записываю и что-то пытаюсь делать. То есть это меня мотивирует куда-то пойти, что-то делать. У меня росла такая проблема, что я, извините, как забрюсь из дома. Так что, вот, меняем жизнь мою, извините, с вами. Всё, поцелуюсь. Сейчас у меня планы пойти покушать. Потом я хотела маски поделать, волосы и, ну, лицо. Потому что уже давно не ухаживала за своими волосами. Вот недавно делала тоже маску и для лица... Просто намазала лицо облепиховым маслом. И мне, мне кажется, так кожа прям радовалась этому. Ну, кстати, облепиховое масло мне герметолог посоветовала, когда у меня были проблемы с кожей и... Ну, не с кожей, а просто с витаминами проблема. Оказалось, что не из-за кожи, просто витаминов типа не хватало. Вот. И в итоге она мне посоветовала, я сейчас пользуюсь этим ее советом, намазывала на лицо облепиховое масло. Ну, также на волосы я намазывала, только если вы собираетесь что-то делать... Кстати, косметическое облепиховое масло очень дешевое. Рублей сорок стоит. Ну, не знаю, как у вас, смотря в каком городе. Но средняя цена рублей тридцать-сорок. Вот. И... Такая огромная баночка была у меня. Потом, может быть, покажу. Может быть, запишу. И если вы собираетесь себе делать такую же маску, ни в коем случае не нужно корни намазывать. Достаточно будет кончики. Ну, я вот примерно вот так делаю. Раньше я очень много делала масок и прям вот парилку какую-то устраивала. То есть намазывала корни. У меня просто волосы... Ну... Во-первых, появилась тихость. А во-вторых, ну... Это просто не нужно. Достаточно вот... Достаточно этого. Ну, и плюс, не знаю, полезно ли это намазывать. Ну, чтобы впитывалось в кожу головы. Вот это масло. Ну, не знаю, насколько это полезно. Мне кажется, это не очень полезно. А, то есть нагревается и так далее. Поэтому... Всё. Может быть, в течение дня что-нибудь ещё затушу. Смотрите, какой беспорядок. Буду это всё убирать. Ужас. Такого у меня ещё... Такого у меня давно не было. Как-то сегодня целый день вот... Некогда было даже убрать вещи. В общем, сегодня я буду... Сейчас буду делать пиццу на сковороде. И покажу, может быть, какие-то кадры. Вот немножко меня сейчас сделаю уборку в своей комнате. Потом поделаю пиццу. В такое вот я коротенькое платье. Потом поделаю пиццу и выложу видео. Я сегодня видео редактировала. Также блог редактировала. Бегала сегодня. Бегала сегодня. Немножко записала. Бегала. У нас сегодня был дождь. И я бегала. И это просто было... Ужасно. Кстати, у меня все мышцы болят после вчерашнего бега. Видимо, я круто побегала. Очень-очень этому рада. Вот. И, кстати, почему-то после бега у меня болит голова. Не знаю, с чем это связано. Видите? Немножко в таком виде. Не очень собрано. Попало под дождь. И... Попало под дождь. Волосы очень мокрые. И вот в таком виде. Поэтому сейчас буду собираться. Сегодня даже стримить буду без вебки. Потому что, ну... Ужасный вид. Ужасный вид. Ужасный вид. Ужасный-ужасный вид. Вот. Сейчас приготовлю пиццу. А потом пойду... Потом пойду стримить. После уборки. Все. Всем пока. Всем доброе утро. Сегодня я сделала такую пиццу. И буду ее делать в сковороде. Вот она. Такая вот хорошая пицца. Такая вот пицца. Это тесто. Кетчуп. Потом грибы. И сыр моцарелла. Вот. Такое вот. Такое вкусное. Сейчас я ее поставлю на 20 минут. И она где-то за 20 минут должна. Подняться. И... Ну... Получиться как обычная пицца. Это очень вкусно. Все целую вас. Пока жарится пицца. Или печальчик, как правильно. Я пью воду. И ем банан уже второй. Потому что они такие сладкие. Очень вкусно. Эту петрушку я сверху пиццей, когда уже она будет готова, посыплю. Вот. Вот. Тут два. Смотрите. Вот такая пицца у меня получилась. Вот она. Такая вот. Сейчас покажу, как здесь. Она немножко тут... Ну, с такой румяной корочкой. Немножко подгорела из-за того, что вода капала на сковородку. Сейчас буду пробовать что-то. Вкусно или нет. Вкусно или нет. Руга. Я не отдам больше немсли дамmedей всего часа и amar для половой wus στηνamпрыя. ими.